Здравствуйте! Это новости спорта о спортивных событиях, результатах и достижениях. Расскажу прямо сейчас. Бросок, еще бросок. Самбисты Муравленко готовятся к окружным соревнованиям в Ноябрьске. Главное не пропустить удар. 22 начинающих спортсмена вышли на ринг. Определены лидеры первенства детской юношеской спортивной школы. Флор был по-муравленковски. Нефтяники сыграли в хоккей с мячом. Боксеры Муравленко продолжают готовиться к выездным соревнованиям. Так, в минувшие выходные в зале бокса состоялось первенство детской юношеской спортивной школы. 22 юных боксера вышли на ринг. Состязания проходили по олимпийской системе, то есть до первого проигрыша. Те, кто постарше, имеющие боевой опыт, являющиеся даже чемпионами округа, выступавшие на федеральном уральском округе, они показывают достойный бокс, который у нас Муравленко пока процветает. В младшей возрастной категории лучшую технику продемонстрировал Сергей Усенко. Он с большим отрывом обошел своего противника. Мне помогали тренировки, тренер подсказывал. Соперник, он был достойный для меня. Ну, мне не важно, кто выиграл бы. В секции бокса воспитанников учат не драться, а прежде всего защищаться и защищать товарищей. Умом надо думать. Если просто драться, ничего не получится. В старшей возрастной категории самые достойные результаты показали Владимир Мягких, Черкеш Бекназаров и Герман Головин. Последнему пришлось выйти на ринг против спортсмена гораздо тяжелее. Но это не помешало боксеру Головину отстоять свою победу. Мне не привыкать, мне в основном ставят с людьми, которые веселой категории чуть побольше. Но это хорошо для опыта. Впереди у начинающих боксеров новые турниры, победы и достижения. Сомбисты отметили день борьбы в периметре ковра. В спорткомплексе «Зенит» состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы. Пожалуй, самый зрелищный выход спортсменов, когда Лев Колпаков обходит своего соперника по очкам. Удержанием он выигрывает схватку. И это не единственное зрелищное противостояние. Борцы Ноябрьска, Пурпе и Муравленко за победу боролись с полной самоотдачей. На ковер выходили новички и более опытные спортсмены. Этот вид спорта может научить тебя самообороне. И улучшить твой боевой стиль. А здоровье? Ну, и со спортом будет у тебя все хорошо. И ты станешь здоровьем. Чтобы выигрывать первые места и набираться OpenTag. Состязания проходили в два этапа. В первый день боролись до победного спортсмены в возрасте 14-16 лет. Во второй день на ковер вышли те, кому от 8 до 10. Ребята получат очень большой соревновательный опыт. Эти соревнования – отличная возможность подготовиться к первенству Ямалоненецкого автономного округа, которое пройдет 17 и 18 ноября в соседнем Ноябрьске. Нашу сборную представят лучшие борцы города. В городе состоялся шахматный Блиц-турнир. За игровые доски сели воспитанники шахматного клуба детско-юношеской спортивной школы. Такие соревнования для юных Каспаровых проводят ежемесячно. Мы этих ребят готовим на выездные соревнования, на первенство Янау, которые будут проходить в марте или в апреле. Я думаю, хорошо, что он в школе. Меня позвали в дюк, чтобы я ходил. Моя мама согласилась, и я начал ходить. Это умная игра. Потому что там надо думать, потому что это игра пояснице. Полезная для чего? Для памяти. Лучшие результаты в этих состязаниях показали Дмитрий Шилин, Али Алиев, Александр Полторацкий, Виктор Дубанов и Станислав Кулиш. Выявили лучших пловцов. В центре спорта Муравленко состоялось открытое первенство города по плаванию. В соревнованиях на воде приняли участие более 30 спортсменов от 10 до 16 лет. Они проплыли 100, 200 и 400 метров вольным стилем. Это развивает мышцы. Ты становишься сильнее в носке. Я скажу просто. Мне просто нравится вода. Почему ты выбрал плавание? Потому что мне нравится. Нравится плавать. Проводить большее время в бассейне. И получать новые знания по технике. По теории плавания. С поставленной задачей справились все участники соревнований. В каждой категории выбрали лучшего пловца. Сильнейший отправится на окружные соревнования. За неделю игр на Кубок Газпромнефти по флорболу нефтяники разогрелись. И финальные игры получились зрелищными. Команда пятого цеха добычи стала первым обладателем специального приза. Девять команд боролись за Кубок предприятия по флорболу. Это хоккей с мячом. Напряженная оказалась игра за первое место. Сборная команда восьмого и одиннадцатого цехов. И представители пятого цеха добычи нефти и газа не уступали друг другу. Соперники, стоит отметить, посильнее классом. Но порядок, говорят, бьет класс. Поэтому мы стараемся использовать свои моменты. Будем биться на победу. Удача улыбнулась спортсменам из пятого цеха добычи нефти и газа. Вратарь этой команды был признан лучшим игроком. Представляю оборота пятого цеха. Уже трехкратные чемпионы. Всегда защищал их эти ворота. Один небольшой минус. Мячик не видно. Плохо видно. Приходится так на рефлексах. Все достойные. Есть. Кто-то в первый раз начал играть. Кто-то уже играет. Это третий год вообще-то уже проводится флорбол. Поэтому финал вы сами выделили. Там уже ребята более сыгранные. Но сильнейшие победили. Бронзу у команды цеха поддержания пластового давления отвоевали флорболисты из четвертого цеха добычи нефти и газа. Награды победителям вручали представители руководства предприятия и профсоюзного комитета. Хочу сказать вам большое спасибо за пятой пластовый матч, который в последние секунды лежал в напряжении. Поздравляю победителя, потому что победители сегодня все присутствуют. Флорбол завоевал популярность у нефтяников. Первоначально он был включен в спартакиаду «Газпромнефть-Муравленко». В этом году впервые было принято решение сделать его отдельным видом спорта и учредить специальный кубок. На этом у меня все. О спортивных событиях, результатах и достижениях расскажу в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok